Любовь Божия безгранична. И вот по прошествии нескольких тысячелетий Господь послал Своего единственного Сына, чтобы Он показал путь обратно в те райские обидки, которые были выращены нашими первыми людьми, Адамом и Евой. И вот сегодняшний праздник как раз и показывает ту безграничную любовь к Божию, что Господь пострадал на кресте, искупил все наши грехи, воскресли с мертвых, открыл врата рая, разрушил оковы ада, победил смерть. И если человек был издан из рая за то, что он съел запретный плод, Господь говорил, что кто вкустит запретного плода, тот смертью, то есть станет смертным. До этого человек был бессмертным. И вот уже когда Господь воскрес из мертвых, показал, что можно действительно жить вечно в райских обителях. До этого все люди, которые жили на земле, они отправлялись в ад. То есть было только одно место, там, где мог находиться человек. А после воскресения Христова, теперь каждый верующий во Христа имеет возможность находиться в районе. Но для этого, конечно, нужно прислушиваться к своему сердцу, которое нас чаще всего зовет свету, теплу, добру. Да, вот мы не хотим, чтобы нас обманывали, поставляли, как-то что-то вокруг происходили, право правитие, убийства, разрушения, воровство и так далее, потому что, по сути, вот мы внутри себя, мы крестовы. То есть все те качества, которые мы хотим, чтобы они были у всех окружающих, нам обидно, когда у кого-то их нет, и кто-то поступает нечестно, некрасиво. Вот мы все стремимся к этому, мы стремимся к Богу. Даже нам в осознании, как мы сами не до конца осознавали это. Хотелось бы пожелать, чтобы мы, глядя на это событие, вновь и вновь каждый год, которое мы встречаем, вспоминаем это событие, ту жертву Христову, Божью жертву, ради спасения человечества, старались бы делать какие-то изменения в своем сердце, в своем сознании в лучшую сторону. И не оглядываться на окружающих, потому что от каждого из нас, в первую очередь, зависит мир на Земле, на планете всей. И также в нашей стране, в нашем городе, в нашей семье убивать со своими близкими, мы не можем договориться из-за того, что я хочу так, чтобы как я. Вот так должно быть, не как по-другому. А попробовать надо по-другому. Смириться с любовью, когда обратиться, постараться посеять эту любовь, показать пример любви. И когда глядишь вокруг, люди тоже, глядя на тебя, будут поступать так. А будешь гнать из своего сердца злому, окружающие тоже будут видеть, что ты злой, как сабата. И такие же будут тоже, понимаете, глядя на тебя, брать пример, плохой пример себя. Поэтому вот этот праздник, он должен остаться надолго в нашей памяти, в таком церковке. 40 дней рекомендует нам друг друга встречать именно такими словами. Христос воскресе, выяснилось здесь. Чтобы мы запомнили, насколько это важное событие для всех людей, живущих на планете.